Дорогие друзья, привет всем! Если вы не первый раз посещаете Рим и уже осмотрели все главные достопримечательности столицы, можно посетить одну из жемчужин региона Латвию. Это уютный небольшой городок Тиволи, известный своими уникальными древнеримскими виллами. Такая поездка на один день из Рима в Тиволи дополнит путешествия ваши по Италии новыми открытиями и добавит впечатлений. Тем более этот небольшой город находится совсем рядом со столицей, всего 25 километров. Мы приехали на виллу императора Адриана. Вилла была спроектирована самим императором и построена в первой половине второго века. Адриан был увлеченным туристом своего времени и многие чудеса, которые ему довелось увидеть в своих путешествиях по миру, он решил воссоздать, построив свою виллу. Поэтому здесь можно было насладиться помещениями, залами, строениями, которые в миниатюре напоминали уголки Греции, Египта или загадочной Азии. Например, здесь располагались 100 комнат для рабов, которые обслуживали императорское семейство и его гостей. Можно только представить, какой была вилла во времена императора Адриана. Большая территория, много строений, зелени, прудов, цветов. Это был небольшой город совсем необходимым для императора. Вилла Адриана является памятником необычайного богатства и чарования. Давайте вместе откроем для себя историю и величие архитектуры садов, курортов и театров. Этот монументальный жилой комплекс до сих пор передает великолепие мест силы древнего Рима. Выбранный район императором был богат водой и через него прошли четыре древних акведука. Эта грандиозная резиденция была особенно богата водой. А в окрестностях также были многочисленные карьеры строительных материалов, таких как, например, камень травертин или пуцалана. Травертин считается настоящим символом архитектуры древнего Рима. Из него возводились бани, мосты, акведуки, ворота. Знаменитые античные строения Рима, такие как театр Марчелло, знаменитый Колизей. Это все камень травертин. Мы сейчас идем по вилле, которая состоит из ряда зданий, которые соединены друг с другом, каждая из которых имела свою четкую функцию. Например, было здание с тремя акседрами, стадион Нью-Фей, здание с рыбным прудом, небольшие бани, а затем снова вестибюль, притрианский павильон. Притрианская гвардия – это охрана императора. В своем доме император хотел воспроизвести места и памятники, которые очаровывали его во время бесчисленных путешествий. На вилле можно увидеть огромный сад, окруженный крыльцом с центральным бассейном и использованы для летних и зимних прогулок. Комнаты были украшены драгоценной лепниной, мрамором, имели систему отопления, размещенные под полом. Внутри строения также располагались большие бани и малые. Они были оборудованы фригидарием под открытым небом и круглой комнатой с кессонным куполом, где открывались пять больших окон. Все эти здания украшались драгоценной лепниной, элегантной отделкой. Были любимые места у императора на вилле, где он любил уединиться, укрыться, чтобы думать и создавать свои стихи. Вилла является одной из самых интересных архитектурных комплексов в Риме. Она была забыта в средние века и вновь открыта в эпоху возрождения. Прогуливаясь по садам, фонтанам, внушительным руинам и монументальным аркадам, можно погрузиться в красоту и сложность императорской резиденции. Из многих памятников и свидетельств, оставленных нам императором Адрианом, а это в городе Риме и знаменитый пантеон, и замок святого ангела, вилла Адриана в Тиволе, безусловно, является той, которая лучше всего представляет его как человека или как императора. Рассматривая огромные помещения и стены, нужно не забывать, что сейчас они выглядят голыми, а когда-то раньше они были покрыты мрамором и произведениями искусства. Наверное, интерьер здесь был самым шикарным в Древнем Риме. Мрамор привозили со всех концов Римской империи. Ярко-желтый, например, из Туниса. Мрамор из Греции, порфир из Египта. Ярко-оранжевый – это греческий мрамор из окрестностей Спарты. Тиволе отражает владение империи. Это напоминание о том, как широко протянулись владения императора. Территория самой виллы занимала примерно 120 гектаров. Рассматривая стены из римского кирпича, возникает вопрос. Интересно, сколько кирпичей пошло на создание этой императорской резиденции. Здесь можно вспомнить самую любимую тещу Римской империи. Римская Матрона, которую звали Матидия. Она и была любимой тещей императора Адриана. Солонина Матидия была племянницей знаменитого императора Трояна. Он сражался со своими легионами по всей империи, а мелкая администрация и политика в значительной степени находилась под влиянием круга культурных и решительных женщин. Это жены императора Трояна и его племянницы Матидии. Матидия выдает свою дочку Сабину за Адриана. Таким победным ходом она прокладывает Адриану путь на императорский трон после смерти Трояна. Матидия была очень богата, успешный предприниматель, и как у всех женщин дома Трояна, в ее руках были сосредоточены крупные аграрные фонды в различных частях империи. У нее были земли в Осте и в Африке, но основная часть денег поступала не от земли, от производства торговли плиткой и кирпичом, а ее зять император Андриан был страстно уречен архитектурой и новые памятники и строения строились с головокружительной скоростью. Жена императора Трояна Сабина унаследовала деньги и бизнес от своей матери. Теперь посмотрите на замечательную виллу. Она была построена на деньги Сабины и Матидии. Вилла Андриана – это великолепный пример древнеримской архитектурной мысли. После завоевания Греции римляне были просто очарованы роскошью и красотой искусства греческих дворцов и храмов. Вот так и появилась страсть к необычным до того уиллам. Если бы вы попали к императору Андриану в гости, то вас бы просто поразила эта роскошь. Бани и библиотеки, миниатюрные театры, ниши со статуями. Андриан любил туризм и годами путешествовал по своей империи. Это был один из величайших туристов древнего мира. Все, что он видел в провинциях – монументы, храмы, экзотические достопримечательности – он все воспроизвел в Тиволе. Такие яркие архитектурные формы грандиозного античного ансамбля и его просто великолепное оформление сделали виллу Андриана уникальным памятником римской культуры. После смерти императора в 138 году вилла продолжала использоваться императорской семьей, о чем свидетельствуют находки некоторых бюстов – император Антонина Пия, Марка Аврелия, Лутия Вера и статую Людомны, а также серия кирпичных марок, датируемых III веком. Вилла дожила до поздней античности и после этого была разграблена. Только начиная с XVI века вилла стала предметом бесчисленных раскопок, направленных на обнаружение сокровищ, особенно статуи и мозаик, которые были такой желанной добычей великих коллекционеров древности, первых пап и кардиналов, а затем римских и европейских дворян, особенно англичан. Мы дошли до уникального легендарного водоема, комплекс которого называется Канопус. Он состоит из длинного бассейна, украшенного монументальной кседрой на одной из коротких сторон. От архитектуры до фонтанов и скульптурных групп Канопуса все напоминает одноименную область в дельте Нила. Эта часть Римской империи особенно была дорога императору Андриану. Во время путешествия по Нилу в реке тонет фаворит императора Адриана, молодой грек, которого звали Антиной. По приказу императора Антиной был официально обожествлен. Видя скорбь Андриана, греческий мир стремился утешить его, и культ Антиной распространился по всему востоку, а затем и на западе. Его память была увековечена в Египте, городом Антинополисом. Скульптуру Антиной можно увидеть в музеях Ватикана и на территории виллы, здесь в Тиволе тоже было найдено несколько статуй, изображающих Антиной. В промежутках между колоннами можно полюбоваться скульптурами с утонченным и восточным вкусом. Четыре кариотиды и два селена, правда это гипсовые копии, а оригиналы расположены внутри музея виллы. С этой стороны канопус завершался полукруглым нимфием. Это был летний треклиний. Возможно, это был самый шикарный обеденный зал в Римской империи. Можно представить, что в центре пещеры располагалась полукруглая стойка, служившая ложем для посетителей. Несколько избранных дорогих гостей возлежали здесь, возле воды. Перед ними плавали небольшие лодочки, которые были богато украшены, декорированы различными лакомствами и лучшими деликатесами. Так богатые римляне пировали в роскошной обстановке. Стены были украшены мраморными панелями, а в центре полукупола, украшенного мозаикой, была полость в горе, из которой струи воды стекали в бассейн внизу. Игра света, фонтаны, водопады помогали создать волшебную атмосферу. Так проходили вечеринки и банкеты высшего общества, во время которых гости императора могли наслаждаться красотами Египта. Эта вилла вдохновляла многих знаменитых архитекторов и художников как эпохи Возрождения, так и барокко. Ее посещали знаменитые Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Франческо Боромини, Антонио Каново, Джиан Батиста Пиранези. Гетте, путешествуя по Италии, писал, «В те дни я был в Тиволи, где восхищался одним из великолепных пейзажей, которые дала природа. Эти водопады вместе с руинами и всем ландшафтом относятся к числу вещей, знание которых делает нас глубоко богатыми внутри». Дорогие друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Кому понравилось, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями и всем пока-пока. Чао-чао! Субтитры создавал DimaTorzok